Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и в эфире I'll Everima. Давненько не было никаких выпусков новостей от разработчиков, да и разработчикам я задавал некоторые вопросы, что да как, в ответ сплошная тишина. Нам обещали через неделю выпуск, через две недели выпуск обновления 4 с пахичемой системой диет. Потом нам сказали, что будут люди, что будет обновление номер 5 до нового года, и вдруг резко наступила какая-то тишина сроком в полторы недели. И буквально сегодня разработчики, ну на момент выхода прошло два дня, то есть я буду говорить сегодняшним днем, вышел девблог от разработчиков, где они рассказали нам, что они делали за этот промежуток времени, какие ошибки, баги, все тому подобное исправляли. Показали нам, кстати говоря, интересное видео, да, вот это видео, это анимация созывания, на примере юторапторов, созывания для спаривания, то есть гнездования. Интересно выглядит. Сразу было понятно, когда я только в первый раз увидел это видео, что здесь самец, ютораптор и самка, и они как бы созывают друг друга для спаривания. Показали нам обновленный порт, кстати, в этом видео мы сегодня с вами его посмотрим, поболтаем, увидим, что вообще изменилось по карте. Вроде как изменились следы, они были синими, теперь, вернее, они были желтыми, отображались как обычные желтые такие следы, да, иконочки на земле. И должны вроде как синими, я не знаю, это точно или нет, но возможно синие следы так будут отображаться в дальнейшем. Порт находится, все кто знает, кто не знает, на, то есть мы начнем сегодня на Саусе и летим строго на восток. То есть между востоком и югом, да, будем искать наш порт, посмотрим, что там изменилось. Вроде как даже добавили интерьер для людей. Ну что ж, давайте, наверное, да, начнем. По пути, может быть, половим рыбу или найдем что-нибудь съестное, если вообще что-нибудь найдем. На момент съемок я пытался пару раз найти что-нибудь, половить рыбу. Блин, и там одно место есть такое, если сейчас долетим туда, я вам покажу. Я там забаговался пару раз, провалился и просто не смог тупо оттуда выйти. Я ждал момента, когда я просто умру. Вот и все. Так, а еще в одном месте сидела стая ютарапторов. Они там, короче говоря, спавнятся, да, понял? И сжирают всех, кто только придет, не ихнего вида. Вот, кстати, по-моему... Подождите, что это за место? А, нет, вот в этом именно месте, кстати, да, я занимался рыбной ловлей! Нет, не разбейся! Да, господи, ну, хорошо, ладно. Так, и мы снова в эфире, и... Прежде чем лететь в порт, конечно, порт находится не слишком далеко отсюда. Нам нужно бы что-нибудь поесть для начала. Начал я практически с того же места, где начинал, да, где я разбился. Хотел слетать к своему трупу. Но, блин, там уже, короче говоря, все ютами занято полностью. Юты делают какие-то сумасшедшие набеги. Так, я вот чую кусок мяса прямо подо мной. Он находится где-то прямо подо мной. Я надеюсь, это не какая-нибудь ловушка. Иначе меня опять, блин, кто-нибудь да сожрет. Походу, наша сегодня рыбная ловля отменяется. Отменяется почему? Потому что, я говорю, там, блин, все забито ютараптерами на том месте, на месте нашего спавна. И, кстати говоря, разработчик написал, что система запахов изменится и будет она такой, какой она была в первый раз. Помните, когда наверху на компасе, вот на этих синих стрелочках наверху, отображались еда, вода, запахи. Как по мне, эта система запахов намного лучше, чем вот, которая сейчас присутствует. То есть, в своеобразный круг все это выстраивается на земле. Вокруг твоего персонажа неудобно, немножко неудобно все-таки ориентироваться по компасу наверху намного лучше, чем смотреть просто вниз. Так-с, где-то у нас здесь кусочек мяса заготовлен, а где я никак не пойму. То ли где-то на холме что-то лежит. Так, нужно аккуратно приземлиться. Еще раз понюхать. Так, стадо. Где-то стадо, стадо, стадо стегозавров. Я так понимаю. Я хочу найти этот гребаный кусок мяса. Где же он здесь? То ли внизу. Может быть там тоже какой-то бак? И чей-то труп сбаговался между камнями, я не понимаю. А вот я и нашел сие торжество. Сеньор Ютораптор, видимо, свалился со скалы. И будет нашим сегодняшним обедом. Так, отлично. По-моему, должно давать мне сразу три нутриента. Совершенно верно. Это даже очень хорошо. Ну, тогда можно отобедать и слетать куда-нибудь к воде. А уже потом отправиться в порт. Дико орут Теннонта, дико орут Корнотавры. А, неподалеку же, по-моему, Большая Лужа. Как она там называется? На юге, да? Какие-нибудь дайнозухи опять кошмарят. Стадо, не знаю. Отлично. Хороший рост, прекрасная диета. Что нужно еще для моего сегодняшнего птернадона? Наедайся. Набивай пузо свое и давай, поехали отсюда. Мне уже становится реально страшно. Кстати говоря, вроде бы анимации остались такими же. Какими и были, без изменений. Я не вижу никаких изменений, честно говоря. Так, я вижу более-менее какую-то речушку. И сейчас попробуем опуститься, напиться воды и улететь отсюда подальше. Кстати, пока я летел к этому источнику, я немного опять проголодался. Так что от этого источника воды я потом опять слетаю к нашей мертвой туши Ютораптора. Немножко поем и уже тогда отправлюсь в порт. Фух. Самое страшное, что может сейчас произойти, это что какой-нибудь гребаный чемодан, какой-нибудь гребаный дайнозух просто вынырнет отсюда и меня сожрет. Как мне писали в комментариях. Да и назухи, это боль. Действительно. Ого. А вон там, по-моему, летающая рыба. Бывает, эврима. Нашу тушу Ютораптора уже кто-то стащил. Кто-то наглым образом просто спер ее. Короче, ладно, сейчас накопим стамины. Летим в порт, может там черепах поклюем, не знаю. А вот и, кстати, побережье. Мы практически у порта. Посмотрите, насколько здесь красиво. Невероятно. А сразу же вспоминается ролик Хобб. Помните, да, вот это место в ролике Хобб? Да-на-да, морской прибой. Или прибой океана. И даже видно испарение от воды. Или это может быть пыль? Так, контейнеры. Я вижу внизу контейнеры. Здесь вроде бы как ничего не изменилось. Есть внизу небольшой источник воды. Это я точно знаю. Вряд ли особо из еды мы здесь что-то найдем, если только какую-нибудь черепашку. Так, придется мне только так теперь опускаться. У меня нет стамы опять. От Сауса, в принципе, вот этот прибрежный край, да, находится недалеко. То есть буквально минут пять мне хватило, чтобы долететь до него. Так, я надеюсь, что какие-нибудь гребаные юты уже не занимают порт, как в Легасе. Толпа сумасшедших ют, которые любят потусить в порту, набежит и сидит там. Припевает. Ага, сейчас в Тернадон прилетает. Ага, здрасте. Нифига себе. А тут еще, кроме черепах, можно и сожрать моего Птеру. Я думаю, нужно почекать контейнеры. Может быть, разрабы что-нибудь добавили в них? Ха, я не знаю. Может быть, какие-нибудь интересные ящички. Да, вы представляете, нихренасеньки здесь нету. А еще меня напрягает звук Карна, который все ближе и ближе ко мне становится. Поэтому надо побыстрее отсюда улетать. Ага, а вот и наступает момент нашего торжества. К чему мы, в принципе, шли. Ну, там стоит какой-то интересный человечек на холме, который встречает нас. А вот и, кстати, наш порт. Ну, что же там могло видоизмениться, если нас опять не обманули. Хотя отсюда я вижу какие-то уже новые интересные башни. Ну, и зачем меня так нужно было жестко обманывать? Блин. Я из увиденного, из нового, все, что сейчас вижу, это вот это здание квадратное, непонятное. То ли это какая-то тюрьма, то ли это основной вход какой-то в порт. Сюда корабли, что ли, какие-то заходили или что. Я не вижу никакого периметра. Я не вижу добавленных заборов. Что это? Почему? Где? Я не вижу маленьких зданий. Куда можно было бы зайти? Здесь все так же осталось пока что в 2D. Блин. Ё-моё. Это обман века, Ватсон. Вас жестко обманули. Да-да. Так, ну что, из новоувиденного я еще тут заметил. Заметил вот какой-то такой интересный танк. Да, это более похоже на танк. Вот здесь какое-то небольшое здание. А, может быть, это вот как раз те здания, которые, да, были показаны на скринах от разрабов. Башенки для снайперов. Ну, этот автомобиль, он так и был здесь. Здесь висячие в воздухе. А, вот, кстати, и периметр, которого не было. Вот новенький заборчик. Кстати, по-моему, он тоже висит в воздухе. Достаточно интересно. В общем, то, что я ожидал увидеть, я ни черта не увидел. И мне от этого становится очень-очень обидно. Я представляю, если в дальнейшем забор у порта будет сделан как-то кусками, и придется делать крафт, да, чтобы закрываться будущим людям во время от набегов динозавров. А, самого-то главного-то я-то не заметил, ребят. А вот, посмотрите. Дороги. Дороги. Да, да, да. Их, по-моему, вроде как не было. Вот убей меня, черт возьми. А митя отшибла. Отсохла. Не было, не было дорог. Точно, точно. Мы даже можем ходить по ней. Интересно. А, блин. Я уже боюсь багов за сегодняшнюю съемку, что что-то опять пойдет не так. Пойдет не по плану. Интересно. Если я пройдусь между этими дорогами, я туда не провалюсь? Не застряну? Оп. Тихо. Оу. Посмотрите. Ё-моё. Да я даже могу спрятаться под ними. Я могу ползать под дорогой. Висячие дороги. Интересно. Я, конечно, видел летающих рыб, летающих крокодилов, висячие автомобили, кусты даже в небе. Но висячих дорог я еще не видел. И нет, я оттуда не могу даже, по-моему, выбраться, не могу взлететь. О! Надо же, мне это удалось. Да черт возьми! Что об тебя? Но я не увидел того, что вы рассказали в Девлоге. Я думал, прилечу, посмотрю на здание, посмотрю на интерьер, на будущий интерьер для людей. Для людей, которые должны выйти в этом году. Я ничего не вижу. Че за обман века? В общем, всем, кому понравилось данное наше путешествие, где я ни хрена не увидел, и еще застрял вдобавок, и упал с неба, и плюс еще меня пару раз сожрали июты. В общем, все, ребят, следим за новостями, заевримый, все. Я буду ждать, пока мой птер раздохнет или какая-нибудь Юта заблудшая не придет, меня не сожрет. Все. Всем пока, хорошего выживания. Да черт ты выберись-то отсюда! Да!